Привет, ребята, привет, княженцы, всем огромный привет, зрители, телезрители, все, кто меня в первый раз видит, у нас, короче, сегодня будет с вами новый обзор, как-то так знаете, так скажем, моя просто коллекция вот этих персонажей пополняется, сегодня, значит, у меня на обзоре будет Елена Ланге, да, как я посмотрел ее канал, чисто, ну, меня порекомендовался, смотрел, короче, Марину, вот этого вот, артиста, там, да, и мне порекомендовался Елена Ланге, ну, короче, наверное, там рядышком это, давайте сегодня про Елену Ланге, короче, я первый раз снимаю обзор, поэтому сильно меня особо не ругайтесь, кто там, есть что, пишите в комментариях, пообсуждаем, поотрещим, все дела, значит, сегодня мы обсудим Елену Ланге, так, знаете, поверхностно, кто, что, почем, как говорится, ну, почем, в том, там, не так, это, кто, что, кто, что, это, и, главное, как, знаете, вот так, сделать такую аналитику небольшую, на самом деле, вот, есть такие сказки, когда русская женщина выходит замуж за иностранца, в частности, за американца, и все хорошо, и все хорошо, и как в фильме, и вот, знаете, вот это вот, как там фильм, какой там был, красотка, красотка, да, ну, ладно, давайте, короче, не про это, значит, Елена Ланге, значит, Леночка наша, когда-то жила в Екатеринбурге, значит, ну, давно еще там, да, было у нее два брака, которые два брака завершились, там, да, ну, естественно, разводом, естественно, да, двое детей у нее, один постарше, другой помладше, там, два ребенка, да, теперь, знаете, как вот самое интересное начинается вот с этого момента, как, типа, ну, как, ну, как, ну, как, типа, ну, да, как только, значит, значит, у Леночки перестала тут фартить, как бы, на родине, ну, вот, шо, один мужик, вроде, второй мужик, надо, значит, повышать квалификацию, повышать туда, как говорится, рейтинг, там, да, и, короче, в музыку ездят всякие по вечерам, Леночка решила поехать в США, да, покорять Америку, знаете, вот эти вот голливудская мечта, ну, то есть, не в фильмах, конечно, сниматься, нет, может, там и в фильмах сниматься, но, а найти вот, вот, мужа, то есть, хорошо, вот, жить, как бы это бывает, ну, как, ну, а зачем еще туда ехать, в Америку, любовь, любовь, чистая любовь, у нас, шо, на родине своих русских мужиков мало, которые любят, и всей душой любят, как обычно бывает у нас, там, в избу мужик зашел, хоп, поставил кулаком, и посыпалась эта придолка с потолка, это, не верю в это, не верю в это, ни за что, что это не какой-то, не следовал ей какой-то такой, ну, знаете, меркантильный расчет, потому что ехать куда-то за 3-9 земель, там, да, в поисках нового мужа, но это, сами понимаете, как-то, да, теперь, вот из этого всего, мы должны с вами что сказать, определиться, я вам сейчас скажу, опять, в моем суровом числе личное мнение, все, такие моменты, как, что, реально ли такая бывает сказка или нет, во-первых, мы даже, знаете, что такое, что момент с тобой, ну, как бы, со с вами, с тобой, говорю, с вами, с тобой именно, да, телезритель, обсудить то, что таких сказок в современных реалиях не бывает, чем-то мужиков движет, чем-то бабенок что-то движет, естественно, женщина, там, ну, уезжающая в Америку, там, ищущая мужа, хочет, знаете, хорошо устроиться, хорошо сыто есть, там, может, возможно, не работать, купаться в океане и прочее, да, американец что ищет? Американец, и тут такая, более такая интересная история, сидит такой какой-нибудь, там, американец, там, Джош, Джон, Джон, это, и, знаете, не хватает ему, там, женщины, там, да, вроде бы, как-то местных не устраивает, там, скажет, э, там, сейчас из-за бугра, с России хватану какой-нибудь, там, да, и тут попадается такая женщина, которой два одиночества встречаются, там, да, и к каждому что-то движет, там, да, ну, любовь, сама любовь, она была, наверное, только в шестом классе, или, там, даже еще раньше, первая любовь, там, что у того, что у того, а дальше уже движет какие-то сугубо чистые, личные, корыстные цели. При всем при этом, давайте дальше сравнивать, значит, что приезжает русская женщина, с чем она сталкивается по приездам с мужчиной, как мужчина-американец, вот мне, вы меня посудите, если не так, что вы, ладно, пишите в комментариях, кто меня с Америки смотрит, там, и так далее, кто есть такие опыты, как мужчина-американец относится к женщине, на каком месте женщина стоит, русская, да, жена, да, даже вообще, жена, хотя нет, наверное, если я не астранка, жена-то по-другому, наверное, то есть я так предполагаю, что сначала идет, знаете, хобби, там, вот, какие-нибудь бизнес, там, да, потом, может, там, мама-папа, там, друзья, собаки, там, животные, там, потом, хобби, жена, как бы, ну, может, нет, жена повыше, естественно, чуть-чуть, но, как бы, это все, естественно, по-разному там бывает, да, значит, дальше. Русская женщина приезжает, скажем, к американцу, и что дальше-то наступает, то есть мы привыкли тут, как в России, то есть водочка, там, на столе, там, да, праздник какие-то, да, шампусик, там, да, ну, такой, как бы, знаете, сливовочка, там, наливочка, там, все такие наши русские, эти вот, ну, вещи, там, да, там они что, там они что, вот, пьют такие нагречительные напитки, нет, конечно, веселиться так не могут, как мы, там, да, потом в этот, в дом, вот, порядок, там, да, вот, посмотришь, там, да, в обуви входят, пол в одежде, там, на диван, это, ложатся, там, да, тоже все по-разному, наша женщина русская приехала туда, например, да, она, она там привыкла на родине есть борщи, щис из кислой капусты, салатчики, оливье, кукурузных палочек, а тут что? А тут совсем другое питание, совсем другой образ жизни, там, да, да, кроме всего прочего, разве американцы любят так тусить, как любят наши, такие вот устраивают, там, вечеринки, клабы, клабы ночные и все прочее, там, да, касаемо подруг, если взять, ну, попробуй русской женщине, найди подругу, там, вот, США, там, да, ты подругу поинтересам, там, да, это вообще целая проблема, наверное, у нас же просто подруги, вон, там, в соцсетях списались, все, улетели куда-нибудь, на морях вместе, причем, да, работа, значит, она приехала, вот такая, там, из России, там, американского, чтобы хорошую работу получить, там, какую-нибудь, там, ну, хорошую, хорошую, там, да, американского образования нет, начинается учиться, все эти угоды учили, туда-сюда, время все это идет, плюс, плюс, вот, как в случае с Еленой, и вообще просто, ну, женщины, кто-то туда так приезжает, если дети, да, тут у нас в России так бывает, что, когда, ну, женщина выходит, там, замуж, там, да, не каждый мужчина принимает, там, детей, там, да, естественно, многие принимают, там, и это есть хорошо, там, да, но не каждый, там, да, тут американец, вроде, тут дети росли, тут как-то, ну, то есть, понимаете, когда женщина подстроится под мужчину еще, как не шло, там, полбеды, там, да, а дети будут подстраиваться под мужчину, это еще, как бы, тяжелее, там, да, И поэтому все столько таких проблем в совокупности, и потом по итогам говорить, что типа вот она там вышла замуж за американцев, у них там счастливый брак, туда-сюда. Ну это как бы, знаете, это вот у меня такая поверхностная какая-то улыбка, так скажем, да, розовые очки. А с ними там их там куча всего, есть таких этих острых шипов, которые лучше вообще не трогать, не соваться во всю систему. Не зря же есть такая поговорка, что, как там говорят, из двух зол выбирают меньшую. А я бы лучше бы сказал, что из двух зол вообще никакую золу выбирать не надо, потому что как она есть, так она есть. То есть это где-то родился, там и приходился. Понятное дело, что надо увеличивать свои, ну как бы вот эти все интересы, надо увеличивать там стремление к чему-то и все прочее. Но это надо тоже судить как бы все по здравому уму. То есть не так, чтобы там бросаться там, фу, в пучину там морскую, там, да, а постепенно, постепенно, все потихонечку, потихонечку, когда все будет четенько. Так что вот так вот. Сегодня такой просто был небольшой такой как бы аналогия, ну просто небольшой обзорчик, значит, Елены. И как бы небольшой такой аналогии вот сравнил со всеми этими американскими делодвижениями, там, да, ну то есть там Женя, Женя, Женя замуж и всем прочим. Это, короче, пишите в комментариях, давайте с вами поспорим. Ну вообще спорить, конечно, ну так, лояльно, без матов, без матов, да. Подписывайтесь на меня, увидим с вами новых роликов, пообсуждаем еще Елену, накидайте, пожалуйста, мне побольше какой-нибудь инфы. Ну такое, знаете, чтобы я вот какие именно ролики посмотрел, потому что канал у нее большой, очень роликов очень много, и она как-то часто выпускает их. Я поэтому так сразу не сориентируюсь, что именно смотреть. Вы мне накидаете инфы, на что обратите именно внимание. Я прощу внимание, обязательно посмотрю это, и мы с вами это обсудим, так в интересном, как бы кругу, вообще, можно чашечкой чайку. Я прям люблю, знаете, чайку прям наварить, прям лимончику, прям, да, ну, сейчас пирожки не ем, сейчас, к сожалению, на диете нахожусь. Так, знаете, если я вот сейчас бы без диетки, так, да, как хорошо вот так вечерком собраться, прям, да, вот так сесть, прям, ем, даже вообще стримчик включить, на стримчике пообсуждать, переписываться, пообщаться, вообще, да, красота, кайф, живое общение. Поэтому все, ребята, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Игорь Павлович Княжин, всего новых встреч, всем пока.